В Карачево-Черкесии стартовала всероссийская акция «Сдаём вместе с родителями». В 9-ю гимназию Черкеска для участия в мероприятии пришли представители власти в республике и региональной столице, а также родственники тех, кому в скором времени предстоит сдавать ЕГЭ. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. В 9-й гимназии Черкеска день сдачи единого госэкзамена. Только вместо без пяти минут выпускников взрослые люди. Некоторые пришли целыми семьями, чтобы принять участие во всероссийской акции «Сдаём вместе с родителями», которая в нашей республике будет проходить в течение всего марта. Поскольку успех единого государственного экзамена во многом зависит от настроя психологического, то вот эту атмосферу, всю процедуру сдачи ЕГЭ сегодня родители и целые семьи могут попробовать на семье. И рассказать об этом дети, что это совершенно не страшная процедура, и ребята на протяжении 11 лет готовятся к этому экзамену, основному важному выпускному экзамену. Среди приглашенных немало представителей власти в Карачао-Черкесии и региональной столице. Алексей Ганшин в скором времени будет переживать за свою внучку, которой тоже предстоит сдача ЕГЭ. И он только обрадовался приглашению на сокращенный экзамен по истории, ведь таким образом появилась возможность проверить всё на себе. Я оказался здесь с одной целью, для того, чтобы не со слов кого-то, а вот непосредственно самому принять участие и посмотреть, как организована в этом году сдача ЕГЭ, для того, чтобы свои силы немножко проверить. И потому что у меня в этом году внучка будет уже вторая сдавать ЕГЭ, и мне с удовольствием хочется сказать, что я вот что-то тоже помню, но что-то, наверное, не помню, потому что в своё время у нас не было ЕГЭ. Всероссийская акция «Сдаём вместе с родителями» проходит на территории Карачао-Черкесии восьмой год. Так старшие могут сами убедиться, что при некоторой подготовке ЕГЭ не столь страшен, как о нём порой говорят. И нет сомнения, что по завершении мероприятия многие из участников поделились впечатлениями от сдачи со своими детьми. Артур Мухцы, Виктория Карпенко, Вести, Карачао, Черкесия.